Четыре средника и три субботника, главный из которых общегородской 20 числа, состоятся в Самаре в апреле. Они станут частью ежегодного традиционного месячника по благоустройству. Это целый комплекс работ, которые позволяют городу прийти в порядок после зимы и встретить теплые дни в чистоте и ярких красках. Подготовку к этой работе обсуждали на заседании городского штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием руководителей департаментов, районных администраций, муниципальных предприятий и управляющих компаний. Ожидается, что приводить город в порядок будут до 390 тысяч человек. Это и представители служб благоустройства, и муниципальные служащие, и неравнодушные жители Самары, а также различные предприятия и организации. Привлечение предприятий к месячнику, ну тоже, мне кажется, уже достаточно такая устоявшаяся практика. Те предприятия, которые понимают степень своей ответственности, они все, в общем-то, выходят и делают это с удовольствием. Ну, просто надо расширять круг таких предприятий. Про население Совета депутатов даже не говорю. Понимаю, что и люди выйдут, и Советы депутатов. По социальной сфере организовываем субботники, закрепляем территорию и максимально оказываем содействие нашим большим территориям, паркам, набережным и так далее. Подготовку к месячнику ведут и в каждом районе отдельно. Они готовят план работ и разграничивают зоны ответственности между предприятиями, организациями и управляющими компаниями. Незакрепленные территории в порядок будут приводить специалисты районных администраций. Кроме того, определены и точки выдачи инвентаря горожанам, которые захотят выйти в субботники на уборку своих дворов. Завтра проводим районный штаб, где будут приглашены у нас предприятия, застройщики, предпринимательское сообщество, управляющие компании, управляющие микрорайоны. До всех доведем обязательства, сроки и последствия не выполнения решений штаба. Продолжается и подготовка к сезону дорожно-строительных работ. Сперва специалисты проверят качество асфальта на тех участках, которые еще находятся на гарантии. Если будут выявлены недочеты, то подрядчики должны будут исправить все за свой счет. Подрядным организациям направлены письма, соответственно, с актами, которые подписывали представители по необходимости выполнения работ. Отдельные подрядчики уже приступили к выполнению работ. Они, согласно условиям, которые должны будут отчитаться. Заниматься благоустройством территорий после замены коммуникаций должны и ресурсоснабжающие организации, которые проводят плановые или аварийные работы. Им тоже дано время, чтобы проверить все адреса, где проводились вскрытия на момент выполненных работ по благоустройству. На сегодняшний день, совместно с производителями работы, идет процесс формирования и согласования графиков восстановления благоустройства на время закрытых объектов. Всем основным заказчикам работы направлены информационные письма с перечнем адресов, на которых проводились вскрытия. И, значит, до 10-го числа необходимо представить графики конкретной сроки выставления благоустройства постоянно на всех временах закрытых объектов. Традиционно первый вид предстоящих работ – это завершение вывоза снега, а также его ворошение на газонах, чтобы он быстрее таял под весенним солнцем. Затем постепенно перейдут к уборке мусора, мытью дорог, очищению газонов и тестовой проверке фонтанов. Первый средник состоится уже 4 апреля. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.